Бонжур! Сегодня мы намерены осуществить нашу идею и поехать к Атлантическому океану. Все уже собрались. Доброе утро! Да, утро сегодня действительно доброе. Погода просто шикарная. Ни одного облачка. Будет днем жарко. 33 как минимум. Предстоит нам для осуществления нашей идеи проехать из Гаскони в Аквитанию, во французский город Биориц. Это практически на границе с Испанией. Путь предстоит не близкий, но близкий по французским меркам, порядка 300 километров. Поедем по платным скоростным магистралям, чтобы добраться как можно быстрее. По изменившейся картинке вы уже поняли, что мы достигли нашей точки назначения. Мы находимся в городе Биориц. А вот и цель нашего прибытия сюда. Атлантический океан. Нашли местечко на подземной стоянке и вот поднялись и сразу вышли на эту точку. Откуда я и продолжил снимать нашу сегодняшнюю поездку, наше приключение. Ну, для начала в планах пойти все-таки в город, немножко осмотреться. И так как мы в дороге были 3 часа, как я и говорил в начале, ну, уже проголодались. Уже, в принципе, полуденное время. И пора найти, где можно покушать что-нибудь вкусненькое. А потом уже пойдем либо к пляжу, либо по городу погуляем. Решим. Мы двигаемся в поисках какого-либо ресторанчика или кафе. Ну, хочу поделиться первыми впечатлениями от увиденного. Вошли от подбережья назад в город. И скажу вам так. Очень-очень напоминает Испанию. Наверное, сказывается близость. Испания тут буквально рядом уже, граница с Испанией. Поэтому как-то то, что привыкли мы видеть везде во Франции, здесь уже, наверное, больше испанского. Народу много. Это и понятно. Океан. Шикарнейший, как мы видели, песчаный пляж. Естественно, Биориц является городом-курортом. И любители поплескаться в теплом море, в теплом океане в данном случае. стекаются вот в такие места. Ну, сейчас еще не очень жарко. Сейчас градусов 30. Но, как я уже заметил, во Франции жара начинается не в полдень. Жара начинается где-то в часа 4-5. Ближе к вечеру. Самое. Ну, как раз до этого времени мы здесь будем по-любому. Решили здесь провести целый день. Вначале, как уже сказал, будем знакомиться с городом. Что мы и делаем. отошли немного от богемного центра. Ну, естественно, здесь уже как бы начинаются какие-то базарчики. Улицы сужаются. и вижу вот собор большой впереди. Да, уже архитектура становится более такая старинная. Здесь уже, наверное, другого плана туристы, которые не хотят жариться на солнце, а хотят походить вот по этим улочкам, посидеть вот в подобного рода ресторанчиках. Ну, все колоритно. Пока все нравится. Так, думал, отстал от своих. Ну, вот, вижу Ирину. Ирина попала в свою стихию. На фоне торговых рядов. Ну, женщина. Женщина, да. Ну, да. Купить здесь можно все, что хотите. Вначале мы проходили какие-то продуктовые там ряды с овощами, фруктами. Ну, вот начались, как мы видим, бутики. Небольшие магазинчики в зданиях. Ну, и напротив, естественно, небольшой базарчик с той же одеждой. Ну, и рестораны, да. Через каждых 10 метров 15-20. Нашли, наконец-то, местечко, где можно перекусить. Я определился сразу. Меня интересует. Не хочу экспериментировать со вкусами. Уже не раз во Франции нарывались на какую-то не очень приятную для нас пищу. Потому что вкусы незнакомые. Для нас не всегда вкусные. Я уже определился. Я возьму просто чикен-пиццу. Куреную пиццу. И все. Я не буду заморачиваться на французских названиях. Как уже говорил в своих видео ранее, что можно заказать не то совсем, что ты ожидаешь получить. Так что вот так ждем. Определились. Начинаем заказывать. Подошел вот Гарсон. Почему-то принял нас за испанцев. Но, наверное, сказывается близость Испании. Я ему тоже немножко ответил по-испански. Помню этот язык с тех пор, как жил в Испании. Ну, потом Ирина как носитель французского языка перешла на французский и все стало на свои рельсы. Значит, делаем заказ. Все. Ждем. Кушаем. И пойдем. Не знаю, куда пойдем. Но вначале покушаем. Потом появятся новые мысли. Еда нас уже и голодный желудок беспокоить не будет. Вначале отведаем здешние пиццы. Нам уже принесли нашу пиццу. Пришлось немножко подождать, пока ее приготовили. Я уже вот кусочек попробовал. Но ожидания не обманули. Пицца отменная. Каждый заказал себе то, что он хочет. Все пиццы здесь по одной цене. Сережа с морепродуктами, с мидиями, как я вижу. Ирина не знаю, с чем не слышал. Александр такую же, как и я. Куриная. Ну, естественно, там курица, грибы. Несколько сортов сыра. Да, я знаю. Я уже попробовал. А вот Андресу наложили кучу травой сверху. Ну, наверное, тоже. Все съедобно. Все очень... А, ну, на шпинат это не сильно похоже. Какие-то листья дуванчиков. Шпинат. Шпинат, да. Ну, какая-то разновидность шпината. Ну, вижу, что с ветчиной. Ну, что ж. Обедаем. Вот. От обедов стало значительно улучшаться настроение. Хотя и так плохим оно не было. Было приподнятым. Потому что мы приехали к океану. С городом мы уже вкратце познакомились. Но так как цель это океан. Остальное время посвятим океану. Вот тоже интересно. В принципе, город нависает на такой скалистой местности. И резкий вот обрыв к океану идет. И вот там вот на самом уголке если видно такой замок или просто строение стилизовано небольшим замком. Но очень интересно. И вот дорога идущая по низу она проходит прямо под этим строением. Там сделан туннельчик. Ну вот как видно естественно раз океан и раз город-курорт это вот все пляжи. Я думаю что все-таки здесь пляжи тоже искусственные песчаные сделаны. Как это я часто видел в Испании. Там все пляжи в принципе насыпные. Потому что береговая линия как мы видим все-таки скалистая. Здесь тоже были скалы. Но чтобы привлечь сюда туристов в свое время наверное местным властям пришлось вложить в это немало своего труда. Ну и конечно финансовых средств. Сейчас это конечно же все окупается и окупается с лихвой. Вот в принципе живой пример того как надо зарабатывать деньги в курортных зонах. Пройдем дальше. Очередное вот удачное место для съемки. И вот видно что очень-очень много серфингистов там на досках и ждут какую-то свою волну. Но сегодня по всей видимости их надежды не оправдались. То есть волны очень-очень слабые. Ветра нет. Полный штиль. Ну раз уже пришли с досками но сам Бог велел хотя бы попултыхаться там как-то на малой волне. Интересная такая картина. И в такое тоскливом ожидании вдруг произойдет чудо подует ветерок поднимутся волны и они начнут наслаждаться своими любимым хобби занятием не знаю. Ну конечно вид отсюда вот пляж и видно насколько вообще километров он уходит там вдаль и теряется из виду. Ну не знаю километров 20 смысла это прямой видимости и там уже я думаю тоже пляжи 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 ну вот город да прекрасно все устроено пройду сейчас на угол самого мыса вот мне уже машут руками ребята что-то там увидели очень интересно Ира показывает пальцем вдаль потому что мы знаем что здесь есть скала такая с мостиком а вот она да действительно вот видно она там дальше находится она прямо в воде в океане можно так сказать и вот такой вот мостик там сооружен чтобы туда пройти там есть небольшой грот и отличнейшая смотровая площадка сейчас туда и пройдем по прямой нам туда пройти не удается на пути вот попалась такая небольшая лагуна с пляжем ну вообще классно вот настолько уютненький маленький пляжик такой вот как заливчик там народ плещется да жара уже жара за 30 но я думаю вот этот маленький пляжик скорее всего платный и относится к какому-нибудь из отелей ну и продолжает радовать виды города вот замок прямо на берегу видно что отреставрирован ну выглядит конечно шикарно в этом месте дополняет всю эту красоту сейчас придется обойти эту лагуну и вот туда нам точно надо попасть с этой стороны очень хорошо видно вот этот небольшой пляжик но я смотрю там лестница все-таки свободна правда какая-то табличка там имеется но какого-то поборщика денег я тут не вижу скорее всего все-таки он тут бесплатный просто довольно мало людей потому что и время обеденное сейчас самая жара начинается после обеденное время точнее и все стараются куда-то посидеть где-то выпить либо чашечку кофе либо мохито но в помещении кто вот видно на открытых террасах кто там в помещении где есть кондиционирование потому что жарят уже так что хочется куда-то не знаю прыгнуть со скалы в океан пока я этого делать не буду надо попасть на тот мост мыс который показывал я немножко раньше пойду догонять своих к тому месту где можно пройти на мостик который ведет вот к той скале с внутренним проходом и смотровой площадкой ну вот я был прав в принципе все пляжи тут искусственные потому что вот в этом месте пляжа нет ну народ тоже купается запросто и видно что вот и над водой и под водой все изрезано остатками каких-то скал разрушенных океаном то есть место не очень удобное для купания но тем не менее вот плещутся везде кому-то наверное нравится понырять там посмотреть подводный мир думаю там живности предостаточно в таких местах я в этом убедился еще по Сент-Тропе на берегу Средиземного моря правда здесь это Атлантика Атлантический океан и наверное виды каких-то рыб уже другие и моллюсков но тем не менее жизнь присутствует сто процентов вот эта картина конечно впечатлила сразу же включил камеру такая вот кусок скалы нависающий с такой промоенной гротом не знаю будет видно на камере или нет вода полностью прозрачная видно все что творится под водой я думаю место тоже довольно глубокое метров 8-10 там точно есть просто вода чиста поэтому видно дно и вот там вот еще огромождение остатков скал не разрушенных до конца океаном да виды красивейшие такая вот скала изъеденная временем природой силой океана да пройду еще вперед я смотрю ты впечатлена я прямо в восторге ну насколько я помню прожил столько лет во Франции да в течение пяти лет вот Ирина мечтала попасть на океан приезжайте мечта Ирина сбилась о французские шансонье ну каждый зарабатывает как может французский шансон конечно он очень приятный и на слух и мелодичный так а вот там находится то с чего мы начинали снимать то есть главный городской пляж в центре так далеко мы уже отошли но скорее это было связано с поиском какого-то ресторанчика где мы отобедали но получилось что вроде по городу прошли не так много но ушли в итоге довольно прилично на другой оконечности города вот там виден маяк вдалеке тоже там есть смотровая площадка ну и дальше затем мысом опять пляжи 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 здесь уже глубины побольше но вода прозрачная все равно видно на дне вот какие-то тени там где-то песочек где-то скалы не мог пройти мимо мимо этого приятного французского шансонье ну с душой поет парень с душой поет парень просто даже вот кинул денежку прекрасно по всей видимости записывает свои песни возможно даже это не является основным его заработком это просто вот душа поет и хочется петь и надо петь везде потому что я смотрю вот есть у него бумажка с надписью CD стоимостью 10 евро то есть свои диски свой альбом он все-таки записывает это выпускает ну исполнение очень даже на уровне скажу я вам прекрасно пока наслаждался музыкой французского шансонье ну естественно все уже ребята здесь на самом краю этого мыса на смотровой площадке Ирина затихла ну да тут надо не говорить смотреть ну а Андес болтает ребята берите пример с Ирины просто да действительно все мокрые уже от жары она вот затихла и вот наслаждается Андес жестикулирует рассказывает про работу наверное я смотрю что ограничений нету где можно поплавать видишь мастер плавает здесь а в этом ты все-таки обсуждаешь тему нашей сегодняшней поездки это приятно ну вот я к сожалению не заметил какие-то заграждения от акул или все-таки они есть для пароходов лода которые еще не есть а да стоят там флажки видно там есть подводные скалы ну да их видно вот от акул не вижу но дело в том что не во всех местах здесь акулы стоят старого типа сеточные ограждения потому что новые технологии шагнули далеко вперед и сейчас уже есть электронные средства защиты на дне ставятся там по периметру какие-то маячки которые излучают там какой-то не знаю вибрации определенной частоты и отпугивают акулы средства это очень эффективное поэтому уже каких-то как мы привыкли видеть там буйков с загороженными сетями этого нет ничего акулы есть на таких морях таких океанах акулы есть всегда ну люди спокойно там купаются зная что они в безопасности значит все тут предусмотрено и можно смело купаться да красота я очень доволен что сюда приехал было много поездок но стараемся разнообразить как-то были в горах лазили на манблан на высочайшую точку европы посещали очень хорошие красивые и старинные не очень города со своей истории богатые ездили по местам мушкетеров и на родину до Д'Артаньяно в общем стараемся как бы все захватить что есть в округе даже подземную часть Франции лазили в пещеры ну вот теперь океан удивительное место видел много прекрасного красивого ну просто не не устаешь поражаться вообще увиденному вновь потому что это все настолько разное даже вот это место где мы сейчас город Биориц на самой практически западной оконечности Франции он резко отличается от городов которые находятся и внутри там в центральной части Франции и на побережье Средиземного моря в том же Сентропе Каннах Ницц вот ну наверное вот прибережная часть немножко похожа на Монако но даже не столько на Монако а на все курортные города которые более менее имеют немаленький размер потому что устроено все так что идет пляж полоса песка идет променад вдоль пляжа опять же люди не все любят жариться на солнце любят пройтись погулять особенно вечером когда жара спадает ну и первая полоса это самые дорогущие отели ну наверное это самое разумное размещение строение инфраструктуры в курортных зонах приносящие ну наибольшую прибыль ради этого в принципе все это и делается ну и для удобства отдыхающих да приехав сюда в отпуск ну хочется здесь быть и не не захочется уезжать я вас уверяю что продвижение находишь вот все новые новые места для съемки но невозможно просто пройти мимо не поснимать вот на скалах сделаны такие проходы можно там погулять что людей делают фотографируются гуляют вот семейная пара с ребенком судя по всему тоже приехали наверное на один день к океану потому что абсолютно не загорелые белые может даже и не французы в принципе иностранцев здесь очень очень много ну а мы идем туда на главный центральный пляж там и купание предстоит думал что до купания уже не буду нигде останавливаться снимать но все равно не перестаешь удивляться вот как все обустроено ухожено вот небольшой кусок скалы в принципе на прибрежной зоне и пляж и вода начинается вот сделан такой вот носик и вот под тенистыми кронами тех деревьев устроены скамеечки где люди могут посидеть спокойно в тени и как-то остыть от жары а жара тем не менее уже начала давить не по-детски сегодня обещали 34 но 34 это в тени мы все время практически находимся на солнце сейчас тут как бы и не спрятаться никуда от него ну на солнце боюсь даже себе представить сколько ну единственное что жара хоть и убийственная но не убивает окончательно благодаря вот близости воды океана как-то еще можно жить ну идем купаться все-таки ну вот настал апогей нашей сегодняшней поездки мы уже вышли на пляж причем на центральный главный пляж города Биаринс народу намного больше чем там где мы проходили на окраина города пляжи но наверное все-таки здесь находиться более престижно более оборудовано все хотя душ после того как искупались люди есть на каждом пляже это неотъемлемый атрибут любого пляжа европейского находящегося на берегу очень соленых морей ну и как видим океана ну ладно в принципе дальше будет картина известна пойдем в океан я чуть позже останусь пока охранять вещи ну вот по мере нашего нахождения здесь начался как мы видим уже серьезный такой прилив мы все уходим дальше дальше по берегу уже серьезные волны пошли народ там визжит от счастья ну и теперь я начинаю понимать когда мы гуляли с другой стороны вот этого утеса я вам показывал почти штилевое волнение то есть волны не было и много серпендистов просто лежащих на своих досках оказывается вот чего они ждали но вот здесь вот где главный пляж серпендистов нет по всей видимости вот там за мысом еще больше волна поэтому они именно там и находились ну наверное тогда это там были самые нетерпеливые в надежде что сегодня прилив начнется немножко раньше и они больше успеют насладиться самыми большими волнами но у нас прилив еще побудем какое-то время здесь началось уже вообще очень серьезное волнение вот уже в принципе та скала которую вообще можно было обойти без проблем еще 10 минут назад уже об нее бьются волны там и головы людские народ просто балдеет как бы кого-нибудь в скалу там не шандарахнул но как-то происходит это вот такими вот моментами то есть сейчас небольшое затишье и потом новая какая-то череда волн причем больше 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 попробую вот поймать момент когда будут самые большие волн ну вот уже идут я вижу там гребни наверное выключаться не буду да вот он океан так где круто там виск стоит уже так о все очень серьезно да вообще вот такой он океан да жаль что наше время уже подходит к концу не надо вот залило всех поплыли тапки чьи-то в море так Сергей побежал спасать по всей видимости кого-то из нашей компании бутылки с водой это приливчик так потери есть среди имущества принесенного на пляж ну заодно постирал обмыл обмыл да вот уже и променад то есть нас уже практически тут океан отыграл уже метров двадцать ну ладно как бы хорошо здесь не было ну наверное все-таки наступает время время собираться в обратную дорогу не успел я договорить последние слова от жары вырубилась камера техника не выдерживает на таком солнцепеке но мы пока живы полны сил и хочу закончить все-таки последней фразой желаю всем у кого есть хоть малейшая возможность ну побывать вот в таких прекрасных местах как это всем до потом и до новых встреч есть и Продолжение следует...